МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Каждый раз перед концертом я захожу за кулисы и вижу артистов, о которых должен повести речь. Вижу Алису Бруновну Фрейндлих. И слова являются сами наша гордость. Что бы она ни делала, это всегда прекрасно. Этот почти полуторастолетний романс в ее исполнении, невероятно популярный у всех представителей жанра, является идеальным совпадением артистки и музыки. Глядя на луч пурпурного заката, стояли вы на берегу Невы. Вы руку жали мне, промчался без возврата. Тот сладкий миг, его забыли вы. Вы руку жали мне, промчался без возврата. Тот сладкий миг, его забыли вы. Зачем же так любить меня, клялись вы, боясь людей, боясь людской молвы. И видно просто так, мы с вами разошлись Свою любовь, и ту забыли вы. И видно просто так, мы с вами разошлись Свою любовь, и ту забыли вы. И я живу, покинутая вами, Вы унеслись в далекие края. Мой призрак будет вас преследовать словами, Что ты забыл, то не забыла я. Мой призрак будет вас преследовать словами, Что ты забыл, то не забыла я. Песня соединяет поколение, сейчас будет петь Алла Пугачева, А стихи написал Михаил Плецковский, начинавший в 60-е, А музыка Никиты Богословского, написавшего еще военную темную ночь. Ты, кукушка, брось куковать, Мне года считает, От меня свою ворожку лучше утаи. Годы промелькнут, пролетят, Словно листьев стая, Сколько их достанется мне, Ку-ку, 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 Все они мои. Мир просвечен солнцем насквозь, Нет ему предела. И всегда в любимых глазах Плещется заря. Сколько-то последней черты, Разве в этом дело? Только мне напрасно прожить, Только бы не зря. Ты, кукушка, брось куковать, Мне года считает, От меня свою ворожку лучше утаи. Годы промелькнут, пролетят, Словно листьев стая, Сколько их достанется мне, Ку-ку, 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 Все они мои. Ку-ку, 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 А-а-а-а, звенит ручьями весна, И наступит лето, Для того придумана Даль, Чтоб стремиться к ней. Сколько-то последней черты, Главное не это, Как мы проживем свою жизнь, Все-таки главней. Ты, ку-кушка, брось куковать, Меня года считает, От меня свою ворожку лучше утаи. Годы промелькнут, пролетят, Словно листьев стая, Сколько их достанется мне, Ку-ку, 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 Все они мои. Обычно автору Михаилу Жванецкому Каламбурная игра слов чужда. Сила замечательного сатирика В игре мысли. Но этот монолог он заведомо назвал Игра слов. Почему? Сейчас узнаете. Слова. Это столовая стала работать еще лучше? Совершенно не переводим. Ибо если было лучше, Зачем еще лучше? Но это уж никто не поймет. Мы-то знаем, что значит еще лучше. Мы наоборот подождем, пока хуже будет. Пока директоры трясти не начнут за самодеятельность. Тогда и поедим. Потому что правильно язык понимаем. А наши попевки порой, иногда, Кое-где еще имеются отдельные. А борьба за качество. Кому объяснишь, что нельзя сначала Производить продукт, А потом начать бороться за его качество? И что это за продукт без качества? Что такое сыр низкого качества? Может, это уже не сыр? Или еще не сыр? Это сыворотка. А сыра низкого качества не бывает. И велосипед низкого качества не велосипед. Это все сырье, Которое должно стать велосипедом, Если сумеет. И стали низкого качества не бывает. Сталь это есть сталь. Кефир есть кефир. Сметана это сметана. Но мы все правильно сдвинули, чтобы запутать своих и сбить с толку остальных. То, что мы называем сметаной, сметаной не является. Когда нужна сталь, она найдется. А домашнее все из чертежей тех конструкторов, что на низкой зарплате. Их тоже конструкторами нельзя назвать, как и эти деньги зарплаты. Только тронь комбайн. Чтобы он чище косил, чуть ли не историю в школе надо лучше читать. Поэтому уборку мы называем битвой. Обьемся с комбайном. И все это невзирая на погоду. Неблагоприятная погода в каждом году породила непереводимую игру слов. Невзирая на неблагоприятные погодные условия. Это значит дождь. Как перевести, что дождь был, а мы невзирая. Или наоборот, мы и в дождь невзирая. Тут все в тупике. Как учат нас писатели, жизнь и язык идут рядом. Я бы даже сказал, это одно и то же. И непереводимая игра слов, есть непереводимая игра дел. Я скажу больше, нас компьютеры не понимают. Его спрашивают, он отвечает. И не понимают, что отвечать надо не то, что хочешь. Это тонкая вещь. Ему пока свезут данные и кое-чего подправят. В него закладывают кое-чего, сдвигают. Ему бы себя внутри надо соображать. Поэтому после него, перед тем, как показать, тоже кое-чего сдвигают. Спрашивайся, зачем он нужен. Нам говорят, умная машина сама себя ремонтирует. Умная машина сама себя ликвидирует. Привезли машину, чтоб свободные места в гостиницах считала. И сидит заграничный компьютер. И дико греет плохо приспособленное помещение. Весь в огнях. И не сообразит, что кто же ему свободные места по доброй воле сообщил. Это же все конфеты, все букеты. Всю власть взять и дурной машине отдать. Так что он давно уже из пальца берет и на потолок отправляет. Машина сама уже смекнула, что никому не нужна. Но щелкает, гремит, делает вид дикой озабоченности, как все, которые никому не нужны. В нашей огромной коммунальной квартире на нашу огромную семью у нас было две комнаты. В каждой стояло по репродуктору. Деловой такой черный. В комнате, где спал я и мои сестрицы. И изящный желтый в мамино-папиной комнате. Из репродукторов время от времени доносилось. Весенний цвет легко роняет липа. Ой, что это я? Это Нина Дорда пела. Весенний цвет легко роняет липа. За ним к тебе летят мои мечты. Вчера смотрела я в кино Жерар Филиппо. А все казалось мне, что это ты, мой Вася. А все казалось мне, что это ты, как звонкий плеск веселого фонтана. Любимый голос в песенке хорош. Если слушала я даже не в монтанах. Казалось мне, что это ты поешь. Ой, Вася. Казалось мне, что это ты поешь. Свистит судья и вновь кипит работа. Футболки запестрели, как цветы. И есть исхода, Симонян забил в ворота. Казалось мне, что это сделал ты, мой Вася. Казалось мне, что это сделал ты, мой Вася. С тобою хорошо при лунном свете Мечтать о недалеку в ясном дне. Когда начнутся путешествия в ракете И самым первым будет на Луне. Мой Вася. Он первым будет даже на Луне. Альберт Филозов актер, чрезвычайно деликатно обходящийся с любой ролью, любым текстом. Смешнейший Михаил Зощенко иногда бывал очень лиричным, размышляющим, доверительным, как в «Голубой книге». Конечно, Альберт Леонидович это чувствует. Когда госпожа смерть Неслышными стопами подойдет к нашему изголовью И сказавши, ага, начнет отнимать Дорогую и до сих пор милую нам жизнь, Мы, наверное, наиболее всего пожалеем Об одном чувстве, которое нам при этом придется потерять. Из всех дивных явлений и чувств, Рассыпанных щедрой рукой природы, Нам наижальче всего, я так думаю, будет расстаться с любовью. И вот, когда мы попрощаемся с этим чувством, Перед нами, наверное, весь мир померкнет в своем величии, И он покажется нам Пустым. Холодным. Мало интересного. Как это у одного поэта сказано? Любовь украшает жизнь, Любовь очарование природы, Существует внутреннее убеждение, Что все сменяющее любовь ничтожное. Вот видите, французский поэт Мюссе сказал, Все, дескать, ничтожно в сравнении с любовью. Ну, конечно, он отчасти ошибался, Он слегка перехватил через край. Тем более, не надо забывать, что слова я сказал, француз. То есть, человек от природы крайне легкомысленный, И, простите, вероятно, бабник. Ну, вот взгляните на русского поэта. Вот ведь он тоже не отстает от пылкого гальцкого ума. И даже более того, Не только о любви, а о влюбленности. Вот какие мы находим у него удивительные строчки. Надо сказать, у этого поэта однажды сгорел дом, В котором он родился, провел лучшие дни своего детства. И вот как он рассказывает об этом. Он описывает это стихотворение. Он так пишет. Казалось, все радости детства сгорели в погибшем дому. И мне умереть захотелось, и я наклонился к воде. Но женщина в лодке скользнула вторым отражением луны. И если она пожелает, и если позволит луна, Я дом себе новый построю в неведомом сердце ее. И так далее, и тому подобное. Короче говоря, делали такой вольный перевод с гордой поэзией на демократическую прозу. Можно отчасти понять, что поэт, обезумев от горя, хотел было броситься в воду. Но в этот самый критический момент он вдруг увидел катающуюся в лодке хорошенькую женщину. И вот он неожиданно влюбился в нее с первого взгляда. И эта любовь заслонила все его необыкновенные переживания. И даже заставила его временно отвлечься от забот по приисканию себе новой квартиры. Тем более, что, судя по стихотворению, поэт как будто просто-напросто хочет переехать к этой даме. Или он какую-то пристройку хочет сделать в ее доме. Если, как он туманно намекает, она пожелает, если позволит луна и домоуправление. Луна-то тут ни при чем. Луну поэт приплел, чтобы усилить поэтическое впечатление, а домоуправление действительно может не позволить. Даже если дама в лодке этого сильно пожелает, потому что влюбленные-то. Не зарегистрированы. Вот каково мнение о любви поэтически настроенных людей. Парадокс. То есть, собственно, нечто несочетаемое, неожиданное, вызывающее эффект смеха. В своих рассказах признанный драматург Виктор Славкин прекрасно владел этим качеством. Да и построен-то рассказ, который вы сейчас услышите, как пьеса. Первый акт, второй, третий. Эпистолярная история, состоящая из трех заявлений. Общее название «Крик души». Заявление первое. Начальнику ЖЭК номер 5 от жильца квартиры номер 37 Селимонова КП. Заявление. Примите меры к гадам соседям, от их смежной звукоизоляции спать совсем невозможно. Каждую ночь громко несет из-под их стены не нашими словами. А когда начинаешь с ними по-хорошему, говорят магнитофон. Говорят, что это они во сне английский язык учат. Постыдились бы такое произносить при ребенке нашим Кольке, который вместе с нами присутствовал в драке, и который днем этот английский выучить не умеет, что можно подтвердить вторым годом обучения в одном и том же классе. Просим разобраться в наших соседях, а то обещаю не последние физические рукоприкладства, пока по ночам не заснут мирным сном, как все нормальные люди, в том числе и англичане. Заявление. Отец семейства трех человек, Селимонов, КП. Заявление второе. Начальник уже к номер пять от жильца квартиры номер 37, Селимонова, КП. Заявление. Пишу вам во второй раз, сколько можно. В последний тайм совсем доконали нас соседи своей звукоизоляции. Хоть мы им и научились спать под бубукой не их магнитофона, но наша лайф дала трещину. К тому же началось у нас в нашей фэмили натуральное нервное заболевание, заговариваемся. Встанешь, мо-нинг, голова по лане наших вордс, а днем эти выражения из нахстаки прут. тут yesterday после walk пошел я с my friend вас я на уголок немножко пива drink и брякнул ему кое-что из моего нервного заболевания а этот вас я по фейс мне врезал потом правда попросил слова переписать я уж in hospital ходил выслушал меня доктор и сказал что ничего не понял потому что it's cool проходил джон они это больше тройки никогда не имел а мой чайльд колья таская теперь по-английскому одни five что тоже свидетельствует о его тяжелом состоянии скажите соседям пусть перик перестанут хулиганичать at night а то разговаривать с ними по-хорошему у меня теперь рука не поднимается совсем сломала меня зарубежная зараза help me а то хана отец фэмили трех пиплс селимонов кей пи и заявление третье to be or not to be that is a question далее следует текст на чистом английском языке который мы приводим переводе досточтимый сэр вынужден побеспокоить вас еще раз по безотлагательному делу наша семья селимоновых доведена до крайного отчаяния единственное что нам остается это уповать на ваше милосердие жизнь наша превратилась в сущий ад мы потеряли всякий контакт с миром лишены какой бы то ни было коммуникабельности с окружающими людьми а без радости взаимного общения стоит ли жить на этом свете лишь кое-как общаемся мы с нашими соседями из смежной квартиры но это сделало слишком мучительно для нас посудите сами что общего можно иметь с людьми которые до сих пор не овладели дифтонгом th и вместо past perfect употребляет past continuous а нашего мальчика николя хоть и учится он теперь специализированной английской школе учителя совсем не понимают потому что отвечает он уроки на йоркширском диалекте настоящим покорнейше прошу разрешить нам обмен в дом профессуры иньяза где живут такие же простые люди как мы с хорошим знанием английского языка с искренним к вам почтением константин п силимонов эсквайер то ли романс то ли бардовская песня абсолютная глубина и подлинность чувства кира смирнова ровный согревающий слушателя огонь и и человеческого таланта и песня ты для меня такой же огонек уж скоро ночь придут уныло кони поля и лес сплетаются в венки и труден путь когда вдали на склоне мне не мелькнут надежды огоньки ведь я устал разбит и одинок душа моя надорвана тревогой в глухую ночь в глухую ночь далекою дорогой ты для меня такой же огонек замечательные молодые актеры ленинградского театра имени лен совета лариса лупиан и сергей заморев и как увлечен сам постановщик художественный руководитель игорь владимиров прославивший театр в те годы фрагмент из мюзикла пенелопа была ли осуществлена постановка не помню но это талантливое сотрудничество маститых репертуарных драматургов активно работавших с театром бориса рацара и владимира константинова приправленная талантом композитора александра журбина оставила очаровательные плоды чтобы добиться в наше время славы громкой надо вникать психологию людей остается стыдной памяти потомков одинаково одинаково одинаковые злодеи можно храм знаменитый воздвигнут и на веки великим прослыть но известно что можно того же достигнуть если храм этот взять и спорить действий все 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 генов не хватает но каждый тем не менее прославится мечтает Скорее во дворец! Незаметно проберёмся в спальню, по нему мы снимем лук и... Каждый, тем не менее, прославиться мечтает. Но каждый, тем не менее, прославиться мечтает. Очень трудно, но ещё трудней. Что мы сделали? Надо, надо, надо приложить. Кто-то... А кто-то... Ладно. Отходы? Войти! Нет! Ты не хочешь, чтобы я предал своего единственного сына. Это же будет скандал на всю Грецию, я потеряю своё славное имя. Женщины, они готовы... Лишь бы выйти замуж, но каждый, тем не менее, прославиться мечтает. Разные судьбы. У каждого из бывших на сцене сегодня, у номеров, которые они исполняли, у авторов этих номеров. Какое счастье сводить этих людей и сделанное ими в один концерт. Смотрите на меня и знайте, я счастлив. Ваш Эдуард Эфиров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова